Керченская земля хранит много секретов со времен Великой Отечественной войны. Поисковые отряды каждый год проводят экспедиции на территории Аджимушкайских каменоломен, где 170 дней сражался подземный гарнизон. Находки открывают новые факты о событиях, которые происходили более 70 лет назад. Этот год для поисковиков был неимоверно удачлив, они обнаружили гусеничный трактор и полевую кухню. В экспедиции 2016 года участвуют 60 поисковиков со всей России. Они говорят о том, что это особенный опыт, всегда его вспоминают и говорят даже вот такое выражение, что кто не был в Аджимушкайне, может считать себя поисковиком. С первых дней экспедиции отряды приступили к разбору пород на полевой кухне, которую они обнаружили еще в 2015 году. Руководитель экспедиции Владимир Симонов рассказал, что кухню нашли в районе Бутовского входа, который был завален еще в годы войны. Когда кухня уже или частично, или полностью попала под завал, это место по-прежнему использовалось, видно, для приготовления пищи или, по крайней мере, раздачи, потому что в углу, вот на довольно большой площади мы находили следы разделки рыбы. Гиря тоже была найдена здесь же, и вон остатки бочки. На данный момент полевая кухня полностью расчищена, и теперь историки примутся за изучение, ведь аналогов этой техники не могут найти. Эта находка важна для поисковиков не только своей уникальностью, но и как ориентир для будущих экспедиций. Некоторые оставшиеся в живых аджмушкайцы в качестве ориентира упоминали полевую кухню. 2016 год для поисковиков поистине уникальный, ведь впервые за 45 лет был обнаружен объект такого рода – гусеничный трактор. Это трактор Челябинского тракторного завода, первый трактор с дизельным двигателем, который выпускался в Советском Союзе. Находка интересная сама по себе, потому что уникальный образец, уникальный образец гражданской военной техники, поскольку трактора до войны использовались эти в сельском хозяйстве, а с началом Великой Отечественной войны, главным образом, как артиллерийские тягачи для перевозки орудий крупного калибра. Аджмушкайцы вспоминали, что в каменоломнях было два трактора. Один из них был на колесах, а другой – гусеничный. Сейчас трудно сказать, действительно ли аджмушкайцы вспоминали трактор Харьковского завода, или они просто ошибались, имели в виду какой-то другой трактор, ну вот, например, этот. Историкам остается выяснить, с какой целью техника была завезена в каменоломне и почему она так далеко находится от входа. Военно-патриотическая экспедиция проводится под патронатом Министерства обороны Российской Федерации, и судьбу находок после их детального изучения будут решать именно там. Вся найденная военная техника и имущество заведомо принадлежат Министерству обороны Российской Федерации. Наша экспедиция – это совместная экспедиция общероссийского общественного движения, поискового движения России, Министерства обороны России и Российского военно-исторического общества. Поэтому дальнейшая судьба этих находок будет определяться профильным управлением Министерства обороны.